так всех приветствую на ул свет онлайн каждый пятницу 2 0 по одной и той же ссылке проходим она не меняется уже более двух лет поэтому сохраните ссылочку на комнату если вы первой или вы там первые три-четыре раза только попали на ул свет ко всем большая просьба те кто будет смотреть записи и присутствующим проверяйте спам иногда рассылка попадает спам либо же там она в принципе на 90 процентов доставляется но некоторым попадается поэтому поставьте галочку что наша рассылка не спам чтобы не пропускать приглашение либо же наоборот предупреждение что не будет тратили маленький анонсик вот еще десять дней осталось до старта профкурса вот так что еще есть места можно попасть рейтбар чат вебинар который не состоялся в эту среду в связи с моим здоровьем я немножко приболел вот поэтому в следующую среду мы его обязательно проведем мы пообщаемся по поводу рейтбар чат и его возможности так еще маленький такой анонсик значит обновления очень отличные прошли буквально вот недавно есть алерты на дельту между ну дельту по корреляции то есть не объемную дельту а между инструментами вот так же есть алерты на на рейтбар чат вот и в принципе вот в ближайшее время добавится еще достаточно такая хорошая обойна алертов вот и это хорошо потому что алерты помогают не экономят нам время чтобы не тратить его на постоянный мониторинг на что сообщает о необходимых событиях так вот новости которые ждут нас на следующей неделе по событиям которые сейчас происходят если весь финмир следит за движениями Меркель вот эти поездки гости непонятно чем это все закончится вот я политики не спец поэтому ничего даже не могу прокомментировать СНП идет как и прежде на север Европа печатает бабки понизили процентную ставку в Канаде но почему бы нет значит на следующей неделе в воскресенье читается Китай годовой отчет по экспорту и там будет также импорт вот я смотрел там аналитики ожидают что экспорт будет хуже предыдущего потом платежный баланс по Японии и торговый баланс Германии вот в понедельник это самые самые важные новости во вторник у нас индекс потребительских цен Китая и промышленное производство Британии вот в среду у нас в Японии гуляет а в четверг Jobless Claims хотя уже слабо реагирует в Новый Стрит ну лишь там на пару минут волатильность увеличивают ну и на пятницу ВВП Германии четвертый квартал и ВВП Еврозоне там может быть какие-то колебания посмотрим вряд ли что-то остановит финансистов когда печатаются купюры без остановки пока поддерживают мыльные пузы вот вкачивают кэш у них еще есть смелость покупать дальше так по публичным сделкам слабенькая неделя была ну в принципе это нормально то есть уже получается у нас сколько шестое февраля ну осталось да еще 3-4 недели до завершения контракта время летит просто как не знаю такое ощущение что каждым годом все быстрее и быстрее идет время и как-то даже не замечаешь и так ну здесь по СНП на этой неделе бесспорно стоит отметить Макса заслужено первое место это качество точность спокойствие респект вообще вот это заслужено реально первое место аккуратненько работает респект вообще как бы вот даже стоплосик поставил так так 5D trade тоже были хорошенькие сделочки в втором среду аккуратненько поработал и так же аккуратненько вышел вот так у пирамиды тоже вот неплохие были сделки в понедельник но личная беда всех трейдеров такие входы это просто вот необъяснимое желание взять на самом минимуме либо же на самом максимуме там как раз и наказывают чаще всего там и наказывают поэтому так ну в принципе там вот макс получается фактдитрейд это вот да поработали чуть так по РТС да тут тоже безусловно первое место сам и потихо по технике если сейчас слушайте у вас нету стоплосика на выходные вот тоже видите аккуратненько без шума и пыли практически каждый день открывать позиции неплохо свки тоже 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 радует отлично вернулся в свою форму причем смотрите натворил еще сегодня в этом жутком флете как-то умудрился и продать и купить и там и там заработать ну круто молодец радует 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 двин на рубле есть хорошие сделки есть рисковые входы ну удвину конек рубль поэтому здесь он похоже просто расслабляется отдыхает так эверест все время был за покупку и правильно кто получал рассылку по нефтянке там я не помню когда именно в какой день там по нефти были очень жуткие такие объемы и просто аномально интерес вернулся к нефтяному сектору вот с тех пор вроде как фу 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 алексос ничего не могу сказать конечно тут есть такие просадки жуки так ну тут так макс 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 набор убыточной позиции ну никуда не ведется там танк по рублю а вот и двин вот вот смотрите хотя с покупкой в понедельник можно было как то решить поменьше убыток хотя видно в понедельник двин если вы меня слышите наверное не торгуйте вам тяжело в понедельник заходить купили на максимуме потом на минимуме продали то есть купили самый такой падающий ножи ну потом все отлично вот если сразу можно заметить вот эти две сделки это ваш ваша ахиллесова пятка так марку ш ну тут конечно такие пирамиды были технику пока еще не потерял отлично так ну там принципе без ярких таких так еврик так тут если брать именно по технике то я бы карлос отдал первое место аккуратно зашел вышел открыл одним контрактом поэтому вот первое место видно тут видите достаточно большие были просадки работает очень так рисково по входу как по мне так трейдеры у которых нет аватарок верни не аватарок а нету никнейма мы их не будем даже в рейтинге озвучивать так мишка мед вот что то с ним произошло такие вроде ошибки делал которые уже с таким опытом не стоило бы делать ну видно перенервничал переживает за рубльские все вот делал правимо так вот конечно ничего интересного так карлосом мы озвучили так по золоту там тоже у нас есть пару сделочек и пойдем на смп ну м8 пока никого не пускает на первое место аккуратно себе рвет по кусочку из золотых слитков так влада сорок первый раз вижу что такое очень очень скальперское ток не не некого выделить вот такие вот ну такая слабенькая неделька была по 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 кварталу ну не квартал как бы контракту текущему можно выделить таких вот ребят которые уже так вырвались достаточно неплохо буквально пару инструментов захватим т т т т т с п значит в в одна сделка покупка у него позиционная там с просадкой конечно сильной но позиционно уже 2 600 опять SkyOne на втором месте опять сделать все прибыльная арбитраж опять же радует хорошими сделками серийность отличная так держать вода одни и те же люди Матрикс неплохая серийность так держать Киберфанд плохая серийность но все равно прибыль а вот Роса тоже 5 сделок молодец SkyOne попрошу он даст ну как бы не интервью в тексте он в таком формате на вопрос поотвечает я думаю всем будет интересно что это за фрукт так Макс да удивительно из 180 сделок 10 плюсовое и он первый в рейтинге вот что значит сопровождение сделки опять Роса 6 сделок 5 плюсовое мастер катапульт хорошая серийность надо смотреть что там по сделкам молоко две сделки и хватит в принципе чего то пульсар сам гиза сделка хорошая прошла похоже и так по рублю я сейчас евро быстренько заплатим опять же двин и на у него у нас банки центробанки какие то люди свои так юра отлично там хорошая была сделка точно кадавр как он так неизвестно но в плюсе сатирикон тот же маркуша старичок мастер боб и так захватим девушку ларису хорошая серийность так держать быстренько еврик по еврику здесь капитал 6 делает 3 плюсовые 3 отрицательные но он первый трейдерейс без не пневмов сори так девиль тоже неплохая серийность по еврику американец отлично набор букв поп 2 мишка мимост ну наше зло о вот появился новый трейдер вид TR так и карлос 11 стоит ну все те же старички держатся ну радует что стабильно пока нет каких то скачков вот одни и те же люди значит работают стабильно м8 так и охраняет первое место по золоту владыка золото в лада 40 тоже неплохо но серийность надо поправить и лайк и шорт и вот ранализ не знаю как его так ли я назвал ну в общем появился новый трейдер это хорошо и ермак вот смотрите 55 сделок 47 плюсовые отлично это хорошо так здесь отлично тут не знаю не знаю карлос 3 сделки плюсовые хорошо сейчас вот ну я думаю в конце февраля уже будем подбивать итоги за контракт торговый последние две недели там уже нет смысла даже торговать и S&P так вот такая вот у нас локация боковик то есть ну еще осталось 3-4 недели и они тащат S&P на максимум причем раз два три-четыре всю неделю на север просто причем раз два три конкретно поддерживали по всем локациям на вспышках хороших таких вот здесь вообще было три сессии в начале контракта потом 14 числа и вот под конец января сброс стопов на понедельник пришелся и уже пробили фактически 20-50 20-60 и пятница тащит наверх просто без остановки давайте отметим потолок объемный 20-88 вот ну фактически закончилась такая отчетный период по штатам ну личному мнению они там уже рисовали как могли на самом деле там если присмотреться по отчетам вот иногда смотрят трейдеры так бегло циферки зеленые значит все хорошо если красненькие цифры значит все плохо там если присмотреться бывает что ну чаще всего цифра которая уже по факту она сравнивается с ожиданием аналитиков а не с предыдущим отчетом вот и ожидание аналитиков могло быть завышенное вышел отчет еще ну ниже да и цифра красная хотя предыдущий отчет совсем еще ниже например да то есть ну я всегда сравнив с предыдущим то что там аналитики ожидают это все никак вообще не относится к фундаментальным вещам на рынке ну здесь обязательно отметить нужно 36 41 без нее никак и заметим да идут на север объемы все меньше и меньше это это нехорошо для роста поэтому ухо востров должны хотя бы на сессию 2 откорректироваться идут без топлива вот поэтому значит плита такая достаточно хорошая вот у нас начиная с 75 вот по 88 вот два таких ярких массива и вот отсюда начали стартовать на юг вот поэтому если дотащат на следующей неделе конечно было бы хорошо там я думаю многие начнут сомневаться насчет покупок и с продажами должно быть полегче вот то есть так спекулятивно поработать было бы отлично ну очень-очень так хочется там зашортить америкосов значит пробили вот это сопротивление которое мы уже порядка двух-трих недель отмечали в районе сорок пять пятьдесят пять ушла пятница полностью за этот уровень посмотрим как получится у СНП удерживать позиции на следующей неделе по дельте по дельте у нас байер начиная со второго числа учитывая стопы с байеров и плюс вот этот вот этот массив который мы отметили тридцать тридцать сорок один плотный очень да очень объемный весь на продавца вот дельта за солярами и затем снова дельта на байера но она уже уменьшается это вполне нормально скидывает покупки заработанные за неделю берут и фиксируют рынок очень новостной поэтому те кто были там среднесрочниками и работали там неделя две то я думаю сейчас как раз под конец недели многие начали фиксировать потому что неизвестно что ждать завтра вот поэтому аккуратность тут не помешает то есть ну в принципе если бы сегодня были продажи по дельте и вчера нулевая то уже понедельник я думаю можно было бы ждать S&P южнее ну посмотрим тут обязательно нужно пятьдесят пятую преодолеть и там я думаю если понедельник и закроется на тридцать тридцать пять тогда можно будет проецировать вероятность сценариев на шорт ну пока вот такая схема возможно перед закрытием контракта мартовского дотащат до потолка возможно даже до до этого и вот не знаю есть такие ощущения может весной все таки подкорректируется хотя бы там до 1800 не помешало бы потому что отчеты там были не очень хорошие по я только по финсектору сужу достаточно крупные банки не сильно хорошо отчитались вот и волстрит это мониторит очень внимательно ну да и вообще нужно быть достаточно смелым чтобы покупать этот мыльный пузырь вот так по открытому интересу пока стоят ровно никаких ажиотажных фиксаций мы не заметили глобальным и и 15 минутный интервал так ядро недели у нас сорок пять тридцать три так вот у нас сори так раз под этой под этим диапазоном идет справедливая цена по VWP кстати а кто применяет все таки этот индикатор и мониторит и по координате где находится цена и для ориентиру есть в чате кто все таки пользуется VWP индикатором в если да то что нужно изменить в нем либо для улучшения что я его использую чисто для координаты мониторит где находится сейчас маркет где мы относительно важных уровней так ну включим его пока по объемным массивам стоит взять вторник и вот кусок еще среды даже так ярко очень плотненько волатильность была такая хитрая тяжело было тем кто внутри дня работает достаточно много было обманных маневров странное закрытие было на минимуме среды и вот так вот открывается это просто маневр достаточно то есть такое ощущение что уже в среду рынок собирался уже шортиться америкосы вот это все вытаскивают якобы там как-то манипулятивно потому что такие маневры не часто можно встретить заметьте вот открываются штаты всем наделали нервов потом на волатильности падают на минимум среды открываются на максимуме среды идут еще выше достаточно так хитро получилось у них вот ну когда уйдут под 60 тире 52 уже уже можно будет разворачиваться ну мониторить ситуацию модели на продажу то есть пока не будут болтаться над этой локации над этим диапазоном продажа могут быть проблемными так и еще вот такой вот абсолютно очевидный загруз на покупку это 11 и 17 цена ну и сама локация понедельника значит поддержка раз два три тут даже можно захватить 35 36 здесь вторник и среду мы добавим третий уровень поддержки ну возможно даже один из основных на этой неделе потом четверг и пятница ну посмотрим где закроется ну как видите уже байрам тяжело толкать дальше котировочку все сложнее и сложнее видите движение у них к концу недели притихли ну и мы зафиксировали то что объем прошел уже ну снижается ликвидность поэтому толкать дальше сложновато так ртс а здесь наоборот все больше и больше ликвидности вот видите набирает обороты уже там с конца января это отлично удержали 72 72 73 с половиной вот эти вот все-таки вспышки они сделали свою работу это хорошо так и у нас чисто вот ступенчатая динамика весь объем заходит на бай видите раз раз толкаются на выше выше значит здесь мы уже были дважды 82 84 поэтому уже понедельник вторник будет понятно насколько сильно уверены покупатели что если еще сомневаются то возможно как раз на этих уровнях пока откорректируется по времени на следующей неделе не так уж много манипулятивных вернее волатильных новостей буквально в четверг джоблесклеймс и вряд ли это что-то изменит хотя если жесткий отчет выдадут то волатильность могут раскачать поэтому неделька будет такая знаете спокойная если конечно политические новости не будут подбрасывать масло подливать масло в огонь а так по финночетам спокойно то есть системно можно будет поработать без жуткой волатильности так илья написал вопрос лично первый раз на где можно почитать об этом информацию или на сайте волшебс скайп скайп чат волшебт онлайн и попасть в фейсбук сообщество волшебт онлайн тоже ну и на канал youtube там в принципе вы все сможете прочитать узнать и познакомиться программа о чем идет речь это волшебс программа я даже удивился что есть трейдеры которые еще не знают волшебс мы здесь анализируем финрынок в основном фьючерсные контракты с точки зрения объемного анализа так и по РТС вот как раз потихонечку мы подошли здесь достаточно объемная локация вчера был неплохой объем стоит отметить давайте зафиксируем это по дельте посмотрим что же там было потому что я со среды на больничном и температура в среду была чуть ли не 39 немножко упустил рынок так чисто на котировку посматриваю 46 тонн на стороне байеров виват виват митку ждем 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 так ну поддержка который мы зафиксировали по дельте на 72 73 все таки себя оправдала потом третьего тоже вот с трудом покупатели где-то в районе 70 777 500 подгрузили объемчики сегодня просто какой-то аншлаг смотрите что творится по горизонталке и 46 тонн так смело достаточно подкуют весь ценовой диапазон 82 по 82 600 стоит отметить монитор те вот эти диапазон то есть если байер реальные очень уверены то есть есть на руках какая-то инфа инсайт либо же начали заходить уже олигархиусы то постараются не не уронить цену да да постараются не уронить цену ниже ну хотя бы там 81 500 может стопы подпоставают в общем мониторить и еще до загрузка была 79 279 600 видите здесь цель запрыгивали скорее всего какой-то уровень максимум тоже собрали видно теперь важно открытый интерес посмотреть так по РТС открытый интерес вчера вообще был на пиковом уровне сегодня чуть меньше видно видно зафиксили движение кармашек перед выходными оно в принципе и ожидаемо потому что последние два контракта на РТС понедельник были очень сюрпризами поэтому возможно даже правильно делать так что-то не тут а я 15 минут не трогал грузит давайте посмотрим на РТС пока большинство фиксирует сделки там похоже по дельте 46 тонн на стороне байера кто-то потихонечку тихоря там уже грузится обратите внимание какой объем был утром 10.00 это надо зафиксировать обязательно так 81.150 по 81.800 плотничком так стоят держат диапазон не пускает ниже четверг тоже шаманили обратите внимание ликвидность весь день была такая не чисто вспышка там за 15 минут за 30 и все а весь день реально на всю мощность 78.700 79.500 саппорт поддержка обязательно и также стоит заметить вторник обратите внимание вторник и четверг это в принципе как пятница достаточно похоже да почерк одной и той же команды видно сейчас работает поддержка среда там закрылась и вот пошли прорывать максимумы и уже четверг плотничком на 708.700 79.500 на поколение так 73.750 по 74.500 это у нас понедельник такой хитренький тоже стоит отметить итак 702 поддержка тут со стопами ходили потом раз вторая это вот на понедельник вторник обязательно и на понедельник вторник обязательно итак у нас 4 уровня поддержки и мега вспышка утром скорее всего сейчас мы давайте все таки посмотрим я просто не смониторил процедуры были всякие так на открытии ну да первый час вот уже 6 тонн закинули 5 12 45 ну видите так достаточно уверенно очень уверенно стоят покупатели смотрите какие вспышки такое ощущение что весь день просто покупают и покупают это хорошо так пробежимся по DAX FUSX быстренько чисто на дневном интервале тоже как и на S&P заметьте снижается ликвидность падает ликвидность и стоят так четвертый день уже плотненько так достаточно провисли уже такое ощущение что прям сорвутся сейчас вот но мы прям сейчас нас не устраивает нам нужны факты пускай сначала прорвут поддержку 10664 10750 вот мы сик такой весомый стоят плотно оно и понятно поэтому если прорывает 10600 тогда уже начнется такой вполне вероятно что начнется корректировка по контракту тем более осталось 1 неделя 2 неделя 3 неделя и 4 4 недели это чистые торги еще пятая там уже будет соусол так ну и там вот самая основная насив вторая третья линия поддержки и вот вполне может быть что фиксируется ну посмотрим посмотрим неделя на минимуме практически закрылась на дельту времени сейчас нет посмотреть уже на следующей неделе рассмотрим детально индексы так на фирс здесь уникальная схема идут просто кто долго торгует давно кто видел такие торговые сессии просто подлиннее посмотрите я не знаю что такое станок противопречили печатные печатные что им еще надо так дедро контрактов по фис 33 на 50 33 81 максимум как видите им сложновато что-то пробить возможно новостной фон уйдет уйдет можно подъяснивать сценарий на продажу пока будут где-то здесь болтаться могут еще удивить 32 50 промежуточная загрузка покупочка пробитие максимума там по мелочи здесь 33 15 и 33 32 70 такие вот мелкие так валютный сектор у нас начнется с рубля и вот почему пик за этот контракт на фьючерсе 4 числа второй по рейтингу ликвидность очень сумасшедшая идет значит выделим 72 сейчас мы включим еще спор посмотрим ну в принципе весь этот массив из трех сессий остановил рублик и уже весь контракт практически идет на этой площадке 65 по 68 снова слава богу вернули ну будем надеяться что на следующей неделе с шестидесятки ликвидность как видите достаточно уверенно уверенно так сейчас может посмотрим спор спор пять миллионов семьсот тысяч контрактов 30 января сессия героическая сессия в этот день судя по всему спасали как могли рубль и хорошо так семьдесят шестьдесят 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 восемь и семь тут центробанский все вмешался поэтому выделить и мониторить это наша оборона так ну по массивности основное здесь также 64 шестьдесят 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 10 копеек победа первая если уйдем ниже шестьдесят четвертая на споте будет хорошо обратите внимание что обороты просто такие мощные причем такие были только вот в декабре давайте дельту посмотрим сразу на споте так вот такая у нас дельта вчера были продавцы на 240 тонн у них перевес и сегодня уже полмиллиона дельта на стороне байеров поэтому шестьдесят шестая вот ухо востро чтобы не было сюрпризов постарайтесь дождаться когда уйдут уже ниже шестьдесят шестой тогда можно будет уже не то что со спокойной душой но что то вот видите здесь и шестьдесят пятую по шестьдесят тонн сейчас сравним 554 тонны здесь 458 четвертого было 543 тактики то есть вот эти достаточно такие хитрые поэтому по дельте вот шестьдесят восемь по шестьдесят пятьдесят ну вот здесь есть диапазон штормили шестьдесят семье четыре шесть и пять сегодня почему дельта на стороне байрон сейчас на рубли сравним вот сто шестьдесят тонн рубля вот так вот шестьдесят восемь восемьсот и шестьдесят девятьсот тут железно просто с заселлерами и пятница пока не осмелилась идти выше и хорошо ну в принципе если брать то надо за шестьдесят шесть пятьсот толкнуть рублик если нефть будет попутно помогать будет вообще хорошо поэтому ориентиров постараться удержать есть есть шансы есть признаки уверенности с цель но в другом случае пока останется ждать так здесь здесь и 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 уходить с корабля уже на этом уровне может пошла какая-то информация среди близких 66 568 ну мы уже отмечали так на этой неделе я еще хотел взглянуть да видите просто провал сразу же фиксировали вот 3 числа крупная фиксация была как раз 3 числа не 4 я ошибся надо было сразу взглянуть так вот у нас 3 и 4 вот массив и подкинули немножко объемочка здесь и снова начали выходить фиксация идет на одном и том же уровне на одних и тех же диапазонах ну если они покупки зафиксировали так успешно то значит знают что скоро развернется рубль поддержим его так давайте посмотрим сейчас массивы идти более точно ядро недели у нас 68 по 69 больше 66 900 так значит вот у нас массив понедельника заметьте его не опустили селера здесь также подкинули объемчиков такая вот достаточно активная сессия была вчера поэтому весь вот этот уровень вполне могли зайти селера надо зафиксить цены вот как уровень сопротивления ну практически до 69 800 тут весь диапазон 68 500 по 69 800 самая крупная активность вчера и сегодня как раз ее и не оси ну пробьют в четверг и среду отлично будет хорошо то есть есть шансы есть шансы если нефть еще поможет то в принципе в этом нет проблем так еврик волатильность еще там же раскачивают опять Грецией ощущение что какой то запасной вариант это Греция то вспоминает то забывает самое интересное что на финансовом рынке постоянно есть о чем у них играть то Греция не Греция это какой то Ирак не Ирак так еще что то если вообще закончились начинают какие то эпидемии придумывать так при такой волатильности раскачки еврик идет опять на юг хоть бы так ну похоже что действительно приравняют еврик идет как единицей и 1415 1495 как сопротивление массив если не удержат то есть там примерно у нас 1280 то либо формируют третье 3 3 3 локацию и сиганут с камнем на шее ну другого объяснения нет достаточно жестко идут на юг и тут давайте зафиксируем 1.27 массив до 13.65 были надежды тем кто хочет купить площадка в принципе неплохая возможно под раскачку над Грецией но должны удержать тогда уже можно будет пробовать и позиционно заходить но для разворота именно на север очень мало объема то есть вот здесь тормознули хорошо падение а тут как то не неуверенность затаривается в общем не похоже что пришло время давайте там дельту сделаем так у нас такие были покупки такие были покупки прошу заметить одни и те же участники 9362 контракта на стороне покупателя и 9657 контрактов на стороне покупателя 27 января и 3 февраля в разные дни сумма в общем совпадает то есть и то есть и то есть то есть простите это в принципе предсказуемо 3 минус 3 600 на пятницу пришла с Дельта и они торгуются на минимуме да я думаю что даже не ЦБ а как раз вот там самая самая банда это Федрезерв они там печатают себе без остановки наверное да и зачем печатать сейчас электронные эти все переводы цифры просто ничего не стоит в Канаде в Америке там наличные крупные суммы ну никто не носит в основном пластиковые карты реальная бумага только для там купить сигареты и проезд по автобусе наверное ну кто был может подтвердить что только пластик и там на этом пластике можно что-то сделать потому что ничем не подтверждается вот так так был повышенный интерес как раз вот на самом минимуме и он еще не утихает то есть пока пока еще работают не фиксируется похоже что не пришло время поэтому может вполне продолжится крестовый поход так ну давайте выделим на снимок интервала кто-то у нас еврикус вот такой вот смотрите какой видите 40 тонн за 15 минут это конечно стоит отметить так 13 85 да еще те кто уже записался на профкурс и те кто планируют советую обязательно если у вас один монитор если вы хотите хорошо подготовиться и получить качество знания второй монитор как минимум то есть желательно чтобы было 4 тогда совсем другой будет ну получение информации то есть вы когда будете готовиться к торгам то есть вы будете в первый месяц очень много работать с данными статистикой и ну когда я слышу что на одном ноутбуке это конечно жутко неудобно крайне неудобно вот кстати да мне тут классно скинули заставку может видели вот смотрите это франклуд бюджет бюджет биржа только тут здесь какие-то синие тона вот обратите внимание у них там сидят тоже видите сколько мониторов вот целые установки я не знаю тут раз два ну тут по по два человека возможно сидит но там по 20 по 10 по 15 мониторов у них такие вот полукруги у них и очень много моников там то есть и это те кто ну уже прочувствовал насколько это эффективно подтвердят нам слова так давайте сейчас еще фунтяку зацепим быстрее и качественнее получаешь информацию потому что сразу все видишь поэтому еще десять дней и найдите где-то два монитора так вот у нас массивчик сбросили стопори сбросили стопори и вуаля добровисимо да фунт конечно могет так ну что ж те кто работают на фунте вполне могут рассматривать как возможный вариант поиска точек на покупку вот должны для этого удержать 51 52 то есть если на следующей неделе вернуться где-то в этот диапазончик и здесь опять начнет подниматься объем на поддержку вот там вот как раз в эту сессию можно будет поработать там забыл когда там британия отчитывается среду или вторник возможно как раз в этот день это будет превосходно ну как вариант именно в этот день так ну 1 и 5 1 и 5 30 саппорт обязательно здесь зашли это вип ложи так сказать зашли самое самое это диапазон у нас номер 1 теперь 51 52 так и золото и нефть нефть обязательно мы сейчас рассмотрим франк да кстати я совсем забыл он же что у нас отвязался теперь у него свою жизнь можно на нем делать вещи так 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 ну тут само собой 0.9 по 0.8 ядро до того как отцепились я график убрал потому что там гиперволатильность 1.41 и 1.54 это у нас массивчик продавцов до загрузка в районе 12 10 80 2 сейчас лежат не корректируется объемчики снизились то есть самый такой сильный объем поменьше и сейчас более успокоились слава бога волатильность под под тихо под дельте там сейчас посмотрим ну как видите у нас вот затариваются что то покупатели 0.8 10 79 и вот у нас два дня третьего и четвертого 85 и 82 здесь просто два дня заходили и здесь вот заходит еще там пониже что ли поэтому если правом 86 87 85 ну могут туда на север двинуться что ли ну похоже на том он либо фиксируется ну так три дня фиксироваться так на всякий случай вот там где селера у нас два денька ну 9 88 можете отметить тут две сессии селера работали на сопротивление еще и вот такая ловушка 10 80 1070 селера также наследили ну там там просто очевидно поэтому для уверенности ну как минимум надо 0.9 пробить если вы купили и будете стоять на выходные то можете алерт ставить на 0.9 обязательно тут видите притаились так нефтянка так сейчас поставим фильтрики так ну на максимуме недели практически такую модель не часто по нефти увидишь поэтому что то у меня есть 50 70 50 1.95 52 ну это обязательно стоит заметить особенно на 3 3 4 ликвидность была пиковая на этой неделе с за последние в декабре то в этом не своя экспирация так волатильность 1 ликвидность 2 топовая ликвидность за этот период все таки то что мы заметили кто помнит на прошлом Моллстрит онлайн такая вот ситуация очень очень подозрительно была и в принципе это и получилось ушли на север массив сопротивления пробили причем не заметили это хорошо ну что ж тогда уже выделяем уверенно 45 по 40 давайте поставлю все таки эти линии 45 по 46 и 6 как стратегически важный уровень поддержки возможно или даже нет надеюсь что это был исторический минимум по нефтянке вот затем после такого роста здесь две сессии боролись за покупки 48 и 4 особенно вот эта сессия 2 января ой февраля здесь второй уровень поддержки причем вполне могут его ну если они на север собрались то максимум могут его протестировать я думаю что снова возвращаться сюда не будут потому что покупателей много и буду стараться уходить без таких вот холянных входов так 52 и 5 53 и 8 сопротивление его как раз мы и отметили тоже практически все объемы внутри недели идут на расширение цены выше то что притормозили пятницу с 53 вполне нормально потому что за неделю столько долларов по баррелю пройти так давайте еще поставим на бренд посмотрим схема идентична как раз и бренд пришел к такому весомому массивчику у нас на 60 61 тут как видите с 59 уже объемы идут такие в декабре вот особенно как раз вот видите к ним и пришли пятница торгуется на максимуме недели это на рынках всегда признак оптимизма и те кто работают на покупку сразу это фиксирует 3 сессии 56 56 80 вот волатильность видите раскачивались даже торговаться никто не хотел по профилю пустые практически идут цены без объема 54 вот три сессии упаковали и если удержат то у нас все шансы увидеть выше 60 баррелей возможно даже на сущий недель ну и как вариант своей рукой фиксирует диапазон возможно исторического минимума по по ценам на этой неделе топовая ликвидность особенно по мере вторник фиксирует ну и соми заметили в общем вот такой вот у нас разворотик как возможный вариант ну главное главное будет на сущей неделе мониторить 55 95 56 80 эти три сессии здесь две сессии скидывали стопой могут еще раз ну это нефть до загрузка байеров причем сессия достаточно ликвидная 259 тысяч вот на все четвертое попыха спешки запрыгивали вот в таком диапазоне на покупку 53 25 54 75 скидывали как раз именно тех кто там заходил тут уже всех проштурмовали вот так что даже если будут возвращаться еще есть но если уже ниже этого диапазона тогда тогда будем ждать времен но как видите площадка очень плотная что она лайт свит что на бренд здесь поработали в общем среди причем вот я говорил что или не говорил а написал в обзоре по нефтянке там вспышки были объемные очень сильные ну это WTI тоже самое то есть диагноз на всех трех одинаковые здесь мы видим 50 15 51 30 до загрузка тоже два дня скидывали стопы всем кто там зашел потому что не свои надо их скинуть и идентичная схема таранили до последнего так ну на WTI у нас впереди 55 50 56 80 там как видите перед падением загрузились и вот промежуточная загрузка для сессии вот мы пока у них остановились на WTI ликвидность топовая поэтому это хорошо для поддержания роста то есть когда идет рост вернее даже когда разворачивают и потом им нужно еще создавать спрос наличие ликвидности это очень хороший критерий даже я бы сказал один из важных поэтому пока есть ликвидность шансы что мы увидим на случай севернее высоки как только начнет падать ликвидность вот тогда уже можно будет ценивать пока вот хорошие шансы на приложение сейчас заглянем в душу на light свет посмотрим там как обычно все в красных тонах тонах так в красных 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 так переключим на этих так значит с тридцатого у нас затаивались потом четвертого на 20 тонн то есть там волатильность такая была невероятная вот мы выделим диапазон таких вот селлеров очень крупных и что заметить идут на хорошую ликвидность но дельта не сильно даже выделяется сегодня чуть меньше но фиксация это понятно так что те уровни которые выделили контрольные которые нужно мониторить на удержание со стороны байера байера так здесь 96 тонн да вот эта сессия хотел вам ее показать вот это вообще аномальная как асессия но не в танке была второго числа на потихти диры тут пять тонн на стороне байера с биржи пришло на 96 тонн агрессор на продажу но на нефтянке обычно дельта именно такая идет на солере надо будет уточнить почему она в таком формате идет и ну здесь нулевая ну и понятно фиксирует покупки мы вчера еще так удерживали и так покупки на 53 40 54 60 которые вы тут прошли удержали вот две сессии скидывали то что мы отметили там и ликвидность была как раз подходящая здесь у нас покупки были вчера и на 56 6 пятница не ушла ниже 56 6 вот поэтому первое первый блокпост покупателей 56 там плюс-минус второй блокпост это вот уже здесь удержат первое отлично если вы даже атаковать не будут сразу начнут на север это хорошо но если начнут уходить ниже этих уровней покупками нужно будет повременить и следить за рынком так золото так золото рухнуло кто мне скажет что это означает что нет уходить на ней нет и второе в это что они не такие смотрите вы Так, а где делался Аликс Монако? Настрадамус по золоте. 12.29, 12.41, следующее потом. Так, ну, в принципе, Серж неплохо подметил. Если нефтянка все-таки начнет сейчас валить на север, то после вот этого роста январьского корректироваться не помешало бы. Если все будет хорошо в этом плане, то вот как раз эти уровни, которые я выделил. Поддержка раз, и вот 4 сессии здесь активно не пускали ниже 2. То есть это 12.08, 12.19. Вот, если тут дадут возможность зайти в оптимальный, хороший вариант с этих уровней. Ликвидность, обратите внимание, на секундочку, да? Вон у нас 3 его числа 170 тонн, ушли ниже, и вот ликвидность тоже хорошенькая. При такой ликвидности вполне не шансы, что могут удержать. Сейчас мы посмотрим Дельту, если там сражаются за покупки этого. Интересно, как долго они будут тянуть эту просадку. Ух ты! Так, потик директ у нас 29-го 8 тонн продажи, сегодня 7 тонн продажи. Но это потик директ, сейчас мы сравним с агрессором биржевой. Тут шоу. С 14-13, здесь мой вообще просто сектор такой, ух. И тут реально шоу. Так, а те, кто золотоискатель. 12.92 по 12.85. Тут просто какие-то масоны зашли, наверное. Вот. В начале, в начале, в начале контрактов. Только что на февральском было. Ух ты! Вот тут уже фиксили покупки в феврале. на апрельском контракте. Вот они с начале контракта. Зашли и этот уровень вот у нас не пробивали. Поэтому. Зафиксируем-ка мы еще вот этот диапазончик. Сейчас чуть-чуть. Наслаблю фильтрацию, чтобы массивно засветить. Так. Ну вот. 12.57, 12.63. Вот они продукции. Тут еще за до шортили. А и на минимуме, конечно же, дней. Каждый. Вот минимум дня, минимум дня, минимум дня. Вот. Поэтому их загрузка здесь. Ну вот средняя, примерно там, в районе 12.70. Поэтому, ну не знаю. Начало контракта такое. Достаточно веселое. В общем, фиксируйте на золоте. Вот. Вот они. Масоны. 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 Потом начнется, если начнется нисходящая динамика по индексам. Тогда будет золото подбирать все. Вот. Вытаскивать из стаков, из индексов бабки и вкидывать вечно блестящая, блестящая, вечно желтая. Так. Давайте посмотрим. Так. Ну это начало контракта. Там нет смысла даже смотреть, а кто-то интересовал. В любом случае. Так. В любом случае мы отмечаем вот что. Супер, супер волатильность. Ой. И ликвидность, и волатильность. Все в одном наборе. Тридцать девято и пятьдесят третье на Unreal просто вот. Перед выходными жестко зашли. Мне даже стало интересно, что там действительно происходит. Я тут, понимаешь, болею. А там без меня уже начали. Видно дождались. Да. Вот. Две тонны раз. Раз, два. Докинули еще штучку. Так. Вообще пятница у нас тут насовила вот. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Желаю вам попутного финансового тренда Встретимся в следующую пятницу Спасибо, спасибо Максим Ну уже легче, уже на поправку пошел С понедельника думаю Даже вернусь к спекуляции Спекуляции Всем хорошего, здоровья всем А остальное все Можно купить До свидания, пока